Малые ночи. Так мы называли время, когда дневной сумрак сменялся кромешной мглой, а молчаливые обитатели Эвергрина прятались в укрепленных домах, запирая двери на тяжелые засолы. Две тысячи малых ночей, окрашенных потерями, горем, голодом и страхом, от которого щит-отец был не в состоянии укрыть нас. Мы ждали перемен и молили Господа о них. И вот они пришли. В один миг все стало намного хуже. Они захватили башню голографического вещания, ту самую, из которой раз в 12 часов в каждое убежище по каплям перетекала надежда в виде похожих друг на друга обещаний, уверений в безопасности, восхвалений тех, кто ел борьбу за наше благополучие высоко в небе, за щитом, среди безмолвной пустоты. По слухам, шатлы, возвращавшиеся оттуда, несли не только верноподданных Эвергрина. И, увы, они подтвердились. Те, у кого хватилось сил, будто в кошмарном сне наблюдали в прямом эфире за самыми мерзкими злодеяниями, которые только можно было представить. Наш владыка, наш путеводная звезда, бог-король, енух первый светоносный, спасший нас слабых и недостойных отбойник, в огне которой оказался весь сектор, был прикован к грифониему трону, восседая на котором ранее он вещал на всебойнии, вновь и вновь воскрешая в нас угасающую волю к жизни. Теперь холодные зрачки камер пожирали и выплескивали на нас чудовищную картину. У подножия трона лежат пустые канистры из драгоценного топлива вокруг. Вдруг фигуры ненавистных преступников, один из них, военная форма, безопознавательных знаков, маска на лице, подносят горящий факел к основанию трона. Бог-король закричал не сразу, но этот вопль я не забуду никогда. Их схватили, когда уже ничего нельзя было изменить. Казнь, жестокость которой была под стать преступлению, проводили на рассвете, первым, настоящим. Мы не радовались давно позабытым солнечным лучам и хласковому теплу. Из-под солнцезащитных линз тысячи собравшихся людей падали слезы. И дело было не только в непривычно режущем свете, и не в гибели нашего вождя и героя. Этой ночью от взрыва заложенной ублюдками бомбы пал щит, открыв путь всем опасностям внешнего мира. Этим утром началась худшая война из всех.